А вы знали, что? Первый из династий Романовых Михаил Фёдорович был слаб зрением, и поэтому для него уже в 1614 году в Европе были куплены очки хрустальные, с одной стороны гранёные, с другой — гладкие. В них, смотря, многое кажется. После царя очки получили большое распространение среди русской знати. При царе Михаиле Фёдоровиче в 1621 году в Москве посольским приказам начала издаваться первая в стране рукописная газета «Вести Куранты». Издавалась она, правда, всего в нескольких экземплярах, и предназначалась только царю и ближайшему окружению для ознакомления с событиями из-за границы. Царь Михаил Романов всю жизнь любил арбузы, считая их не только вкусными, но и полезными, и даже пытался их выращивать в Москве, но те здесь не прижились. Чтобы арбузы были доступнее, он издавал указы, контролирующие цены на них. При первых Романовых в боярской думе стали появляться люди, попавшие туда не по знатности, а из-за того, что они были родственниками очередной царицы. Так, можно сказать, через постель боярами стали Стрешневы, Нарышкины, Милославские. У царя Алексея Михайловича из всех московских, а затем и российских правителей было больше всего детей – шестнадцать, шесть сыновей и десять дочерей. Из сыновей только трое пережили детский возраст – Федор, Иван и Петр, и все трое впоследствии стали царями. Но только самый младший, Петр, прожил дольше тридцати лет и в дальнейшем стал первым российским императором. А из всех дочерей царя Алексея ни одна не вышла замуж.